В науке есть выражение, оставшее сенсацией по всему миру. Оно звучит так. Вы созданы, чтобы любить. Доктор Каролайн Лифф, патолог коммуникации, когнитивный нейробиолог, библейский и научный эксперт по мышлению. Внутри вас есть блестящие, феноменальные схемы, сотворенные Богом. Ему было так интересно творить ваш мозг. С большим энтузиазмом ее вновь приглашали на программу «Славцы Господа». Каролайн, почему она всегда должна быть права? Скажи мне. Потому что она женщина, как и я. Ее дар помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим телом. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. От духа к душе и затем к телу. Дух Святой управляет всем. Более 20 лет она изучает науку мыслей и раскрывает тайны мозга. Научно мы видим мозг, схематично настроенный на позитивные решения, позитивный оптимизм и умение видеть во всем хорошее. У вашего мозга бесконечный, непознанный потенциал. Когда разум будет в порядке, ваше духовное развитие будет процветать. Связь с Духом Святым будет процветать. Ее страсть помочь вам раскрыть в себе огромный потенциал. Она объясняет научные и духовные аспекты мышления. По умолчанию мы созданы, чтобы любить, чтобы выбирать правильные вещи. Наш мозг создан, чтобы любить. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями. Эти схемы пересекают сотни различных структур внутри вашего мозга. И все они работают вместе, подобно оркестру, когда вы пользуетесь своим разумом правильно. Теперь в своей программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Каролайн Лифф. Вы считаете, что будущее будет лучше, чем настоящее и прошлое? 99,99% людей обычно отвечают «да». Значит, мы инстинктивно, от природы уверены, что будущее будет лучше, чем настоящее или прошлое. Тогда откуда в этом мире столько негатива, отчаяния и разочарования? Научные исследования показывают интересный факт. Мы созданы, чтобы любить, чтобы быть оптимистами. Это означает, что сотни структур вашего мозга, каждая частичка вашего тела, все органы, все химические вещества и вся физиология – все направлено на позитив. Бытие 1.26 говорит, что мы созданы по образу Бога. Библия говорит, что у нас ум Христов. Если Бог – это любовь, значит, мы точно созданы для любви. Созданы, чтобы любить, означает, что страху мы учимся в процессе. Такие вещи, как отчаяние, разочарование, негативизм, обескураженность – это все не норма. Представьте, что в построенном здании уже проложены все провода, и все готово к нормальной работе. Это нормально. Наша норма – думать хорошо, быть настроенными на хорошее. На этой неделе поразмышляйте о том, что вы настроены на любовь. Вы созданы по образу Бога. Бытие 1.26 говорит, что Он сотворил нас по своему образу. У нас ум Христов. Каждый день, как мыслящие существа, мы постоянно обдумываем свои мысли. Но это не показывает нас всецело. Кроме сознательной части того, кто мы есть, есть подсознательное мышление. Подсознательное мышление управляет сознательным. Я хочу знать мысли Бога. Все остальное – мелочи. Альберт Эйнштейн В науке есть выражение, ставшее сенсацией по всему миру. Оно звучит так – «Вы созданы, чтобы любить». Это потрясающе. Ученые, которые не верят в Бога, обнаружили, что мы созданы, чтобы любить. Один из них так и заявил – «Мы созданы, чтобы любить». Страху мы учимся в процессе. Как мой мозг настроен на любовь? По своей природе люди созданы оптимистами. По природе мы видим хорошие. Именно это и обнаружили ученые. Они связали то, что мы созданы, чтобы любить, и нам приходится учиться страху. Все наше физическое существо, все наши схемы, нейроны в нашем мозге – ветви, химические вещества, вся нейрофизиология и физиология тела – отлично сочетается со всем позитивным. Когда в нашем разуме негатив, когда в нем есть отравляющие мысли, негативные отношения, если мы в депрессии или переживаниях, все это расстраивает настройки мозга, химических веществ и реакции нашего тела, потому что у нас не создана структура для подобных вещей. Мы портим хорошие вещи. Мы берем хорошее, пользуемся им и неправильно, и в результате получаем физические изменения нашего мозга и нашего тела. Это неестественно. Когда мы думаем негативно, когда действуем вне режима любви, когда живем в страхе, и мозг и тело реагируют негативно. Это ваш мозг. Это настоящий человеческий мозг. Он является частью вашего тела. Вы созданы совершенно. Вы настроены на любовь. И вы вполне можете размышлять совершенно. Итак, вы мыслите, выбираете и строите. Христос — это любовь. Страх — это противоположная духовная сила, которая лишает силы. Библия говорит, что «в вас не дух страха, но дух силы, любви и целомудрия». Это ваша норма. Любовь, сила, здравый рассудок, сотворение по образу Бога, ум Христов. Есть целая сфера исследований под названием «предвзятый оптимизм». Исследуя и проводя опросы, ученые выяснили, что естественная склонность человека быть позитивным, делать правильный выбор, здравомыслить. Однако в мире вокруг нас столько неверных решений. Научно мы видим склонность мозга к позитивному выбору, позитивному оптимизму и видению хорошего во всем. Все схемы, настройки, нейрохимические вещества, структурная организация внутри мозга — все направлено на здоровое мышление. Однако, когда мы делаем плохой выбор, поскольку наша воля свободна, мы видим, как все процессы искажаются. Итак, все соответствует Писанию, поскольку наука просто догоняет Писание, догоняет Слово Божие. Мы видим, что говорит второзаконное 30.19. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Продолжение есть в Филиппийцам 4.8. «Помышлять о добром, чистом и святом». В Слове Божьем столько призывов думать о здоровых, позитивных вещах. Если мы не будем этого делать, придут последствия. Мы видим четкую концепцию того, что Бог призывает нас думать позитивно. Иисус своими притчами вдохновляет нас принимать правильное решение. В науке мы увидели параллель с теми людьми, которые не делали правильный выбор. За этим следовали физические изменения в мозге. Бог есть любовь, и мы созданы по его образу. Каждый орган нашего тела, каждая клеточка нашего тела, каждая схема в нашем теле, каждая система в нашем теле, и каждая частичка вашего функционирования, как человека, имеет только положительную направленность. В наше функционирование не заложено никакого негативизма. Каждая клетка создана, чтобы любить. Влияет ли мой настрой на мой выбор? Начальная настройка, созданная по образу Бога, ориентирована на любовь. Это Бытие 1.26. Мы созданы по Его образу и подобию. Это оригинальный дизайн. Это норма. Это наш настрой по умолчанию. Мы именно таковы. Но Бог дал нам свободную волю, чтобы мы могли жить и сами определять себе программу. Эта программа отражает то, как мы воспринимаем события и обстоятельства жизни, и то, как мы создаем ландшафт мозга. Эта программа показывает, как мы по-своему обрабатываем информацию, соответственно, тому, что в нас уже заложено. Если в детстве или даже еще в утробе мы пережили какой-то негативный опыт, то мы усваиваем реакции и установки того, как мы будем воспринимать этот мир. Каждую секунду, каждый день мы думаем. Секунда за секундой, каждый день мы меняем свою программу, свои реакции. Усваиваем какие-то привычки, обретаем уверенность в каких-то вещах. Программа, которую вы создаете внутри себя, посылает сигналы в мозг. Если эти сигналы всегда одинаковы, то жесткий диск, а это ваш мозг, всегда будет откликаться одинаково. Если вы понимаете, что программа неудачна, ее можно изменить. Ведь все это — деятельность разума. Он настраивается на негативные мысли. Я больной, я несчастна, моя жизнь в хаосе, мой брак в хаосе, я в депрессии и тому подобное. Понимая, что нашу жизнь направляют сигналы нашего мозга, мы можем использовать свой разум, чтобы изменить настройки и вернуться к своему естественному. Тренировка для мозга. Вспомните слова, заканчивающиеся на «н» — злобный, голодный, два из них. Есть только три слова в этом языке. Каково же третье слово? Оно означает то, чем все пользуются каждый день. Если вы слушали внимательно, я уже сказал его вам. Что же это? Чуть позже мы вернемся с ответом. И вы все узнаете. Мы созданы смотреть на небеса, смотреть на Бога и следовать Его законам. В Псалме 45.11 сказано «Остановитесь и познайте, что Я — Господь». Лабораторные исследования показывают, что когда вы фокусируетесь на великодушном, любящем Боге, когда фокусируетесь на развитии личных отношений с Богом, ваш мозг работает иначе. Сотни структур вашего мозга и множество схем внутри вашего мозга работают очень слаженно. Подсознательная часть вашего мозга работает со скоростью 400 миллиардов действий в секунду. Подсознательная часть мышления управляет сознательной. Сознательная часть разума обрабатывает 2000 бит информацию в секунду. Подсознательная часть довольно четко отражает то, кто мы. Все мысли, которые мы строили от момента зачатия до сегодняшнего дня, миллиарды и триллионы мыслей из нашего подсознания управляют сознательным мышлением. В каждый момент времени в сознании находятся несколько мыслей. Они перемещаются из подсознательного мышления в сознательное. И наоборот. Именно так и задумано их движение. Подсознательное мышление хранит в себе миллиарды мыслей, и их можно менять. Главная новость в том, что те мысли, которые вы укоренили в своем сердце, можно изменить, когда они переходят в сознательное мышление. Затем они вернутся в подсознательное. В глубинах нашего мозга есть структуры под названием «сеть настроек по умолчанию». Это группа схем, которые формируют структуры в центре мозга. Чем глубже ваши мысли, тем больше вы фокусируетесь на чем-то, чем больше направляете свое внимание, тем больше вы, говоря языком квантовой физики, лишаете другие мысли возможности отвлекать ваше внимание от одного конкретного предмета. Вы фокусируете сигнал вашего мозга и углубляетесь в одну определенную мысль. Сеть настроек по умолчанию действует как дирижер. Представьте перед собой оркестр, где каждый играет партию своего инструмента, а дирижер управляет этим оркестром. В глубинах вашего мозга, во внутренних сплетениях вашего мозга есть блестящие, феноменальные схемы, созданные Богом. Ему было так интересно творить ваш мозг. Серьезно. Это невероятная работа. Каждый раз, когда я вижу что-то подобное, я так восхищаюсь. Моя семья уже привыкла ко мне, когда я говорю, «Ух ты, вы только посмотрите, вау! Мам, ну хватит уже со своими мозгами!» Он сотворил это так потрясающе. Секреты мозга раскрыты. Ваш мозг генерирует от 10 до 23 ватт энергии, и этого хватит, чтобы зажечь лампочку. Если размышлять о концепции того, что мы созданы, чтобы любить, то можно представить только что построенное здание, где все провода собирают вместе перед отделкой стен, после чего дом будет готов к эксплуатации. Вы заходите, включаете свет, и все работает. Все выглядит замечательно. В саду горят красивые лампочки, все работает как надо. Но если вдруг с проводами будет что-то не так, или их установят не в том месте, то вы включите свет, а он не сгорится. Либо свет будет гореть тускло, или вовсе будет темно. Посмотрев на провода, вы увидите, что они собраны неправильно, а если их где-то замыкают, то может даже начаться пожар. Другими словами, когда мы пользуемся вещами неправильно, последствия неизбежны. Точно так же и с нашим мозгом. Если в своем доме мы решим поставить не ту схему и не туда, или неправильно будем ей пользоваться, либо сделаем что-то не так с проводами, то появится результат. С мозгом все точно так же. Наше решение — это то, что создает наши провода и определяет, как они будут выглядеть. Мы создаем этот ландшафт. Мы определяем вид этих проводов. Мы решаем за себя. Внутри вашего мозга есть все эти невероятные схемы. Они пересекают сотни структур в вашем мозге. Все вместе они действуют как оркестр, когда вы используете свой разум правильно. Сеть настроек по умолчанию похожа на бас. Он как бы контролирует внутренние сети вашего разума. Исследования показали, что каждые 7-10 минут, или даже 7-10 секунд, вы должны замедлить ход и обратить взгляд внутрь себя, отключиться от внешнего мира и включиться во внутренний мир, проникнуть в глубины того, кто вы есть. Когда вы делаете это, ваш мозг погружается в самое высокоинтеллектуальное состояние, какое только возможно. Проще говоря, ваш мозг переходит в стадию гамма-активности, а гамма-активность — это ваше самое интеллектуальное состояние. Так что, когда в вашем мозге запускается гамма-активность, вы блещете мудростью. Вы видите то, чего не замечали раньше и абсолютно не обращали на это внимания. Сейчас это становится для вас важным. Как мне натренировать мозг моего ребенка? Когда ребенок растет в таких условиях, где его любят, заботятся о нем, кормят, когда он голоден, читают ему книги, учат ухаживать с питомцами, учат не бить друзей по голове игрушками, вы показываете ему, как вести себя в разных ситуациях и активно демонстрируете свое отношение и выражение лица. Они принимают эти сигналы. Те, в свою очередь, поступают в мозг и выстраивают в нем эти маленькие деревья. Дети используют это в будущих ситуациях и учатся поступать правильно. Это в хорошем плане. Если же ребенку не хватает любви и заботы, прикосновений и чувств, в их мозге выстраивается отношение недоверия людям. Прикосновения очень важны в позитивном смысле. Если вам не хватает прикосновений, вы попадаете в проблемы. Вот так дети познают нормальную любовь. Наш дизайн по умолчанию — это любовь. Наш приобретенный дизайн — это страх. Это значит, что мы можем влиять на этот процесс. У нас невероятный разум. Итак, вот зона любви, а это зона страха. Вы настроены на любовь. Поэтому ваш нормальный изначальный режим — это любовь. Страх — это не норма. Страх ненормален, а любовь — норма. Это противоположные духовные силы. Итак, на этой стороне сцены — сторона любви. А здесь будет сторона страха. Она противоположна, абсолютно неправильна, неистинна, ненормальна и неестественна. Это то, кто вы есть, потому что вы сотворены по образу Бога. А это то, кем мы становимся. Нигде в Библии не сказано, что вы ошибка, созданная в страхе и настроенная на страх. Как трудное детство влияет на мой мозг? Когда ребенок находится в такой ситуации, когда к нему не относятся правильно, насилуют, унижают, лишают необходимой любви, это тоже сигналы поступают в их мозг. У него образуется восприятие страха. Эти взрослые пугают меня, они делают мне больно. Это убеждение укореняется в их разуме и влияет на настройку структур его мозга. Вместо того, чтобы смотреть на главных людей в своей жизни, маму и папу, как на тех, кто его любит, обнимает, учит, заботится об удобстве и помогает справляться во всем, вместо этого ребенок учится строить схемы страха и укореняется в убеждении, что люди пугают, что мама пугает, что эти большие люди делают больно. Это накладывает отпечаток на его взросление и на всю его жизнь в будущем. Он всегда будет возвращаться к этому. Если вы делаете неправильный выбор, ваше тело говорит об этом. Потока химических веществ, мирно текущих и дающих осознание правильного решения, не появляется. Вы попадаете в зону страха. Есть две противоположные духовные силы. Зона страха изначально — это негативное содержание и отравляющие мысли. Поскольку ваш мозг еще не настроен в момент неправильного решения, вы выстраиваете свои мысли. Но теперь они выглядят по-другому, функционируют по-другому. И в мозге вы увидите, что они выглядят по-другому. Они создают нейрохимический и электрохимический хаос внутри вашего мозга. Итак, у нашего выбора всегда есть последствия. Наши тела помогают нам осознать эти последствия. Наши тела работают как датчик комфорта, чтобы помочь нам и сообщить, когда мы действуем или не действуем в Божьей зоне. Вот зона Бога, а вот зона страха. И она не создана для человека. Когда вы делаете ошибку, зона покоя говорит, «Я всего лишь человек», а другая говорит, «Я просто животное». Вы поступаете не по-человечески, потому что это норма. Вот это норма. Последствия есть всегда. Мы привыкаем к тому, что нам говорят, что мы спасаемся по благодати. Да, вы грешник, но изначальный дизайн был не таков. Вот об этом и говорит «Римлянам 12.2» об обновлении вашего разума. Ваш изначальный дизайн — это совершенство. Итак, что вы думаете, вы вспомнили слова, заканчивающиеся на «ной»? Помните, что два таких слова — это «злобный» и «голодный». Есть три слова в английском языке. Каково же третье слово? Третье слово — язык. И вот почему. Эти три предложения повергли вас в изумление, ведь они не имели ничего общего с поставленным вопросом. В этом предложении ничего не сказано о словах с окончанием «ной». Там есть фраза в английском языке. И, конечно, язык — это то, что мы используем. Каждый день. Абсолютно каждый день. Вы не ожидали? Тренировка для мозга. Бог есть любовь. Мы созданы по его образу. Наш естественный дизайн — это совершенный мозг. Вы можете представить, какой мозг у Бога, если наш мозг создан по его образу и подобию. В здоровом мозге есть мысли, похожие на деревья. Все вместе они напоминают здоровый зеленый лес. Они производят здоровые физические реакции в наших телах, потому что наш мозг — результат работы нашего мышления. Сфера нашей души, сфера нашего разума влияет на сферу нашего тела. А мозг относится к сфере тела. Когда наше мышление правильно, а Иисус всегда мыслил правильно, это значит, что его мозг был бы идеальным примером для нас. И мы не должны забывать об этом. Представьте, если мы принимаем неправильные решения или грешим. Внутри мозга образуются черные деревья. У нас нет настройки или схем для негатива. Но мысли все же выстраиваются, потому что каждый раз, когда вы мыслите и выбираете, вы выстраиваете свои деревья. Совершая правильно выбор, вы строите здоровье мысли. Совершая плохой выбор, вы выстраиваете плохие, отравляющие мысли. В мозге они уже выглядят иначе. Весь электрохимический баланс, заложенный в него информацией, выглядит ужасно. Мозг Иисуса был совершенным, потому что он сам был совершенным. Секреты мозга раскрыты. Ваш мозг претерпевает больше изменений, чем любая другая часть вашего тела. Чтобы принести перемены, нужен всего один мужчина. Чтобы принести перемены, нужна всего одна женщина. Действия усиленной молитвы одного праведного мужчины или женщины многого стоят. 30 секунд в день аккумулированные на сосредоточенную молитву меняют атмосферу, меняют всю вашу жизнь. Вместе мы можем изменить этот мир, если последуем указаниям Бога. Не думайте, что если вы просто молитесь, то вы ничего не делаете. Вы должны узнать, что Бог предназначал вам делать. Только дьявол не хочет, чтобы вы это узнали. Вам нужно правильно настроить свой разум, чтобы услышать, что вам нужно делать. Настройте правильно свой разум, и ваше духовное развитие будет процветать. Ваша связь с Духом Святым будет процветать. Ваше тело будет процветать. Даже если ваше тело еще болеет, не переживайте об этом. Бог исправит это. Он поможет вам справиться. Он Бог. Он знает, как встретиться с вами на вашем уровне. Помните, что Он сделан на кресте 2000 лет назад. Он исцелил нас 2000 лет назад. Все мы хотим жить полной жизнью. Но подчас самое сложное в этом желании жить полной жизнью и быть счастливым. Это признать и понять, что нужно сделать свой выбор. И нужно выбрать быть счастливым, несмотря на обстоятельства. Общество испортило нас всем мгновенным, всем быстрым, всем приятным. Но все начинается с разума. Дух, душа и тело взаимосвязаны, но Бог сотворил вас так, чтобы вы использовали свой разум, чтобы решить, насколько будут связаны ваши дух, душа и тело. Я скажу это еще раз. Все начинается с разума. Ваш разум одной ногой стоит в двери духа, другой ногой стоит в двери тела. Своим разумом вы обрабатываете, анализируете, испытываете чувства и принимаете решения. Своим разумом вы переживаете свои чувства. Своим разумом вы принимаете решения. Самое главное в переменах это осознать, что у нас есть выбор. но сделать это сложнее всего. Сложнее всего, потому что намного легче возложить вину на биологию, на обстоятельства, события или что-то еще. Нужно взять ответственность за собственные мысли и поступки. Чем быстрее мы осознаем, что принимаем решения, у которых есть последствия, тем быстрее вступим на путь исцеления. Осознайте, что у нас есть способность делать выбор. В то же самое время выбора мы не хотим попасть под суждение. Дорогая доктор Лив. Около года назад я увидел вас по телевизору. Это была глубокая ночь, я внезапно проснулся и ощутил потребность спуститься на первый этаж. Там работал телевизор и вы что-то говорили. Это была сверхъестественная встреча. Мне поставили диагноз острое биополярное расстройство и посттравматический стресс. Я принимал столько лекарств, что потерял способность говорить. Но я услышал ваши слова, начал читать ваши материалы, и во мне что-то изменилось. После того, как впервые в жизни у меня начались галлюцинации, я испугался и стал молиться Богу и просить Его об облегчении. Бог показал мне, что проблемы были вызваны одним из моих лекарств. В моей крови было слишком много химических веществ, которых мое тело обычно не вырабатывало. Мой доктор сразу понизил мне дозировку. Галлюцинации прекратились. Я понял, что, применяя принципы из ваших книг, я стал меньше нуждаться в лекарствах. Сегодня я принимаю четверть от изначального объема своих лекарств, а в лечении от биполярного расстройства и стресса больше не нуждаюсь. Я рекомендую ваши книги всем, кого встречаю. Моя цель рассказать всем, как победить депрессию. Мы созданы, чтобы любить. Мы отличаем плохое от хорошего. Наш естественный режим по умолчанию это любовь и правильный выбор. Ваш мозг настроен на любовь. Если вы делаете плохой выбор, внутри вашего мозга проявляются негативные последствия. Ваш мозг не имеет структур для плохого выбора. Мы созданы, чтобы любить. Мы созданы, чтобы делать правильный выбор. Делая плохой выбор, мы получаем негативную физическую реакцию внутри нашего мозга. Буквально. Вы строите негативное, отравляющее дерево внутри своего мозга. Это влияет и на ваше физическое тело, и на вашу душу. Средний человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? «Меняющие жизнь» книги доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очистить разум по ходу жизни, у доктора Лив есть план для вас. 21 день детоксикации мозга. Это онлайн-программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить отравляющие мысли здоровыми. Контролируйте негативное давление и плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолейте депрессию и просто станьте здоровее. Посмотрите, как 7 минут здорового мышления в день сделает вас счастливее, здоровее и умнее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на сайт drleaf.com В этом эпизоде мы говорили о том, что мы созданы, чтобы любить, что любовь – это наша норма. Что это значит? Что все, что есть в вас, создано быть похожим на Бога. Вы можете принимать правильное решение. Вы можете мыслить правильно, потому что это ваша норма. Делая неверный шаг, мы вступаем в зону страха, противоположную нормальной зоне, и испытываем негативные эмоции. Поскольку это не ваша норма, это не должно влиять над вами и контролировать вас. Мы можем быть свободными от этого. Вы можете стать свободными, потому что вы созданы, чтобы любить. Исследования показывают, что мы настроены на любовь, что мы можем меняться. На этой неделе я призываю вас сфокусироваться на факте того, что все внутри вас принимает позитивное направление. Ваша норма принимать верное решение. Разрешите помолиться за вас. Господь, благодарю тебя за наш невероятный мозг. Я молюсь, чтобы ты дал нам откровение того, насколько важно осознать, что мы настроены и сотворены по твоему образу, что мы можем меняться, что любовь, действующая в мире и терпении, доброте и нежности и всем остальном, это наша норма. Я молюсь о глубоком откровении, что мы можем стать свободными, перестать думать, что быть негативными нормально и приемлемо, перестать быть обеспокоенными, взволнованными или разочарованными. Это не норма. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что были со мной. Я доктор Кэролин Лив, и я вдохновляю вас включить свой мозг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok